Здравствуйте, дорогие лицеисты! У меня к вам две информации. Информация первая. Мы вот решили начать такой странный формат видеообращений. Вы знаете, мне кажется, что вот такой какой-то короткий текст по важному поводу, который вы все можете увидеть, это тот вариант, который может подойти. Я не знаю, насколько и как вам это покажется, но если вам тоже захочется записать видеообращение к директору, у вас тоже будет такая возможность. Если там раньше, вернее сейчас, наверное, все обмениваются смс-ками, давайте обмениваться видеозаписью. Это первое. Второе. Вот сейчас действительно серьезно. Мы помнили, что нам очень нужен совет лицеистов. Смотрите, в чем дело. Но вы прекрасно понимаете, что у вас полторы тысячи. И вот я, например, очень часто нахожусь в такой странной ситуации, когда ко мне приходят вот одни из вас и рассказывают одно, приходят другие и рассказывают совсем другое. Приходят третьи и говорят, как все замечательно, приходят четвертые и говорят, как все плохо. Но, в общем, очень сложно понять, какая же все-таки действительно общая ситуация. Поэтому нам кажется, что было бы здорово, если бы был совет лицеистов, куда входят по одному представителю от каждой кураторской группы, для того, чтобы мы реально поняли, что вы думаете о жизни в лицее, в чем есть проблемы, как сделать лучше. Понятно, что общаться, к сожалению, со всеми, нам, по-моему, администрации, очень сложно. А если есть один представитель от кураторской группы, который может собрать мнение и на совете лицеистов с ним выступить, с нашей точки зрения, это вариант, который нам бы, ну, по крайней мере, нам сделал бы новый поиск. Это первая причина, по которой он нам нужен. Причина вторая. Вы сами понимаете, что мы тут периодически принимаем важные решения. И принимаем мы их взрослыми, и никакого формата того, как мы можем услышать буквально ваше мнение, у нас пока нет. Поэтому мы предполагаем, что Совет лицеистов реально будет участвовать в принятии решений и высказывании, вот, изборе мнений других. Ну, вы прекрасно понимаете, что, ну, я не знаю, там, если вот так на вскидку говорить, какие могут быть вот эти направления для решений. Вот мы тут обсуждаем обустройство зданий. И правильно ли мы купили желтые диванчики, или они должны быть не желтые, а какие-нибудь совсем другие. Или, например, вот эта вот история с выпускными мероприятиями, последним звонком и выпускным. Но вот явно же это вещь, которую вы в первую очередь должны, как бы, определять, что вам хочется, какое-то должно быть и так далее. Или, например, вся эта история, там, с факультативами, они такие или не такие, они стоят в правильное время и в этом здании или нет, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это вторая причина, по которой мы хотим с вами советоваться. Причина третья. Для меня самая значимая и увлекательная. Это причина информационная. Я не знаю, как вы, но количество слухов и мифов, которые я периодически слышу о том, что происходит в лицее, оно меня каждый день радует. Одни говорят, что мы завтра переезжаем в другое здание. Третьи говорят о том, что, как бы, нас объединяют с другой школой. Четвертые говорят о том, что вышка нас завтра бросит, и вообще мы останемся одни, ну, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мы обязуемся буквальным образом самую актуальную информацию доставлять до Совета лицеистов для того, чтобы она реально была первых лиц и, ну, могла быть доведена уже, вот, представителем от кураторской группы лицеистов уже, да, своим учащимся. Заканчивая, если вам тоже кажется это важным и нужным, то было бы здорово, если бы вы пообсуждали, кто от вашей кураторской группы может быть таким представителем. В ближайшее время мы попросим кураторов собрать вас как-нибудь очень быстро за обедом, для того, чтобы вы как-то об этом поговорили. Понятно, вы, наверное, поговорите и заранее, но вот какой-то представитель был бы определен, и нам очень хочется в декабре уже сделать такое первое заседание, встречу Совета лицеистов для того, чтобы, ну, в первую очередь обсудить, как мы будем работать вместе, что вам кажется, потому что я уверен в том, что те причины, зачем нам нужен, они могут быть для вас и значимы, но у вас точно есть те, для чего вам может быть нужен Совет лицеистов. И поэтому то, что вы решите, и как Совет лицеистов определит и порядок работы, и форму работы, и принятие решений, и периодичность встреч, вот это вот будет, собственно говоря, темой первой встречи. Спасибо вам большое, я очень надеюсь, что вы это посмотрите и откликнетесь, по крайней мере, у меня лично есть очень большое для этого желание. Удачи! Продолжение следует...